Мы сейчас подходим к кладбищу. Если нарушаешь правила катакомб, ты остаешься в катакомбах. Такие узкие дырочки, мне еще не приходилось проникать. Я мега вспотелся, снял штаны свои. Кто-то еще сидел на костях и целом профите. Очень круто. История парижских катакомб начинается примерно с 18 века. Однако до 18 века катакомбы использовались как каменоломни для добычи известняка. Первые подземные разработки начинались под территорией современного Люксембургского сада. Известняк использовался в строительстве Парижа, и его добыча привела к созданию подземных туннелей. В 18 веке Париж столкнулся с проблемой переполнения кладбищ. Власти решили переместить останки из переполненных кладбищ в бывшие каменоломни и другие подземные пространства. На данный момент в туннелях под Парижем похоронено около 6 миллионов человек. Катакомбы также используются для военных целей, включая хранение военного оборудования и укрытие от врагов. Длина парижских катакомб оценивается примерно в 300 километров, но точное измерение сложно провести из-за сложной и разветвленной структуры этого подземного лабиринта. Катакомбы состоят из многочисленных туннелей, пещер и камер, и некоторые части могут быть очень запутанными и недоступными для посетителей. Ну что, ребятки, привет! А знаете, где я уже нахожусь? Я нахожусь в парижских катакомбах! Вход мы показывать, конечно же, не будем по понятным причинам. Ребята-гиды попросили нас не показывать их лица и то место, где мы залезали в катакомбы, так как большое количество детей теряется в них каждый год. Также нас попросили прятать камеры, если будут идти люди навстречу, так как могут быть проблемы. Многие катофилы, это те люди, которые изучают катакомбы, не любят ютуберов. Как только мы начали движение, я пытался запомнить, куда мы идем, по причине того, что очень много историй, где гиды оставляют людей в катакомбах и убегают. Но у меня это совсем не получалось, потому что передвигались мы очень быстро. Если будут идти люди навстречу какими-нибудь, то прятать камеры обязательно. Это что за деть? Это они музыку включат? Блин, они быстро бегут-то. Да, они так бегут. Ты будешь вставать, походу. Я на камеру все буду снимать. Тава подавали, чуть-чуть, небольшой поворот, зеленый тумельчик покрашен. Вот это веселуха. Я не думал, что она спать и намечается. Ребята врубили музяку и просто летят как бешеные. Сначала нас встретила картина, нарисованная в 2010 году. Кто ее сделал, нам не сказали. Пока мы дошли до этого места, а прошло примерно 5 минут ходьбы, я забыл маршрут назад. Дальше ребята-гиды провели нас обратно по другой дороге, к точке, откуда мы начали. И спросили, помним ли мы, как дойти в начало. Мы сказали, что нет. А на самом деле уже были в начале. Это, конечно, круто. А здесь потолки высокие. Здесь уже у вас в костях и лежит по углу. Здесь уже у нас в костях и в костях и в костях. Катакомб. Такой. Так вот иди, но мы не успеваем. Давай чуть помедлить. Вот здесь дракончик. Такой он. Поднимайся. Какая? Какая-то играть снова. Ура! В серии арыб. Капец мне. Капец мне. Капец. В катакомбах на некоторых кирпичах есть дата инспекции катакомб. Это те годы, в которых проверяли катакомбы и реставрировали, правили, если где-то что-то ломалось, рушилось и так далее. Самая старая запись датируется 1777 годом. Вот, в общем, ребят, вот это место, это место, это место остановок в катакомбах. Здесь ребята останавливаются, их много таких по катакомбам, и они здесь отдыхают, сушают и так далее. Этих мест в катакомбах много, и здесь еще есть вот такие вот щели и так далее. Здесь оставлялись раньше, типа, как карточки, визитки, мы их назвали как катакомбная почта. Когда не было интернета, то вот люди вот так вот общались между собой, какие-то вечеринки устраивали и так далее. Пит-стоп. Мы дошли в какую-то комнату, и она вот такая большая, она с остановкой. Такие комнаты называются опиролями. В них катофилы кушают, отдыхают, спят, устраивают вечеринки или просто сидят и общаются. Это наш первый привал. Тут ребята-гиды покушали, выпили бутылку вина, и после этого мы побежали дальше. Так, ребятки, мы остановились на пит-стоп, это место называется опироль, вот. Я мега вспотелся, снял штаны свои, бронированные вот так до пупа, и стою, короче, проветриваюсь. Сейчас они немножко покушают, выпьют по пивасу и бежим дальше. Дальше будет узкий проход, через который нужно будет по одному протискиваться. А тут мы подошли к немецкому бункеру, о чем свидетельствовала надпись на стенах. В катакомбах есть два бункера, один пустой, в который мы пришли, а второй используется французами, которые проверяют, все ли хорошо в катакомбах. Позже мы в него постучим и убежим. Честной информации про этот бункер я совсем не нашел, поэтому просто посмотрите, что от него осталось. Это написано запрещено по-немецки на Вунгеле на этом. Портал Компарт. Это немецкий бункер. Это бункер. Короче, это немецкий бункер. Здесь вот, походу, капель трассы какая-то была по потоку. Короче, есть французский бункер рядом, правильно Анатолий сказал. И этот бункер используется работниками парижский катакомб для проверки состояния катакомб, поэтому это штаб-квартира. Вот так вот. Он сказал, ты можешь постучать и убежать. Старая скамейка разбитая осталась. О, смотри, тут вон граффити Берлин. О, кстати. Какая-то бочка осталась. И гермодверь. А вот и, в принципе, признак бомбоубежища, то, что есть гермодверь лежит. Соответственно, это было бомбоубежище. Тоже здесь капель проходит. Везде. Электричество. Старая, короче, тут проводка была. Все было здесь подключено. О, заходит в какой-то... Здесь тоже металлические вот такие вот прутьев стояли. Немецкий вот вход был еще один, по всей видимости. Талян, мы туда потом пойдем. Добро пожаловать, Талян. Ох ты, блин. Это короткий, да? Да. Что это? Это панель. Так, технически, это сверху воду, который можно найти. Но люди в этом находятся. Технически, да? Я не хочу пить здесь, но технически, наверное, это панель. Короче, это самая чистая вода, которую можно здесь найти. Мы используем комнату, мы поставим людей здесь. И мы баптайзаем новый катафилл здесь. По традиции, сюда люди приходят, чтобы окунуть свое лицо. Но, ребята, наши киды сказали, что многие люди сюда писают. И если у вас есть желание сюда окунуть свое лицо, то как бы в банках. А я предположил, что вот это вот отверстие, это, скорее всего, вот как раз таки для того, чтобы сделать свои дела. Вот так вот. Я не буду засовывать туда свобую. Я уже снял шапку. Я уже был готов, но зря они это сказали, да. Вот здесь какая-то деревянная штука. Мне кажется, надо уже быстрее идти, потому что тишина какая-то. Ребята, мы ушли уже. Сейчас я подойду и сниму табличку человека, который катафилл. Человек, который фанатеет от этих катакомб, изучает эти катакомбы. И он погиб в 21-м году. Ему здесь ребята сделали мемориальную табличку. Точнее, не ребята, а его друг. И погиб он не в катакомбах, просто любил в них лазить. Вот, 99-й, 2021-й. Нам сейчас придется лезть вот в такую херню. Я не знаю, как я со своим рыжаком туда полезу, честно говоря, и со своими габаритами. Я не знаю, 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 я не знаю. Так вот мы выбираемся из катакомб, и полностью все в воде. Олег Кричанов первый вылазит. Ползает еще группа, давай-давай, снимаем. Толян ползает. Ну давай тизер для ролика, Толян. Что, ты ползешь просто так, что ли? Друзья, добро пожаловать в парижские катакомбы. В такие узкие дырочки мне еще не приходилось проникать. Найс, Ван. Я про то, что засасывает. Ребята, давай подождем, Толян чуть-чуть отстал. Толяныч, быстрее. Иду, иду. Потеряешься, повороты пошли. Толик чуть-чуть отстал, сейчас его дождемся, потому что здесь повороты, чтобы он не запутался. Давай догоняй, а то повороты пошли, запутаешься. Ребят, короче, смотрите, наша первая находка, это самокат Lime, который валяется под Парижем, 25 метров под землей. Мы не знаем, для чего это сделали, но это сделали. Ааа, самокат Lime валяется. Они будут снимать скутер, и после этого я расскажу о чем-то. Так, прячь, но пока проползем, тут по одному. Ладно, потому что сейчас они уйдут. А, давай, 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 быстрее. А то они там убегают уже. Скидывай, как просто. Там камера скидывай, слышишь? Да скидывай, все. Скидывай. Камера нелесовая. Скидывай. что это инспекторы делают эту штуку садреканал 13 год у нас хорошие новости ой завтра дальше воды не будет вроде как потому что ребята сняли сапоги уже и мы сейчас двигаемся по туннелям по обычным туннелям здесь можно стоять здесь можно нормально идти вроде ползания на карачках пока что закончились вот это самая старая надпись которую можно найти здесь короче мы зашли в такую комнату в времени каждая ступень символизирует метр под землю которую они копали во сколько лет откопали каждый метр я не знаю на протяженности какого времени я знаю что каждая ступень что она сказала символизирует один метр а его паных катакомб 3 4 5 6 вот 19 ступенек так ребятки мы только что покушали вкусненько и выдвинулись прошли вперед сейчас вот так сделал вперед в галерею сейчас я буду потихонечку идти и показывать вам граффити галереи на стенах речки 1887 года из 98 года рисунок кого же интересный шахтер нарисован катакомб на каждая картинка есть год когда нарисована здесь 99 год если так понимаю 2001 2003 6 то есть он по нарастающей по нарастающей идет 1007 ну да они по нарастающей идут тысяча восьмой тысяча десяток я скорее всего на 13 еще там фонарик в стене вот такие вот кони интересные так последние картины у нас последняя картина нас датирована двадцать вторым годом вот это вот и все это 21 сейчас вернемся назад и посмотрим и посмотрим на самую первую картину еще раз внимательней 93 год а вот 87 год написано это вот первый просто надпись да получается первое просто надпись вот 86 год датировано где напись он большой а 85 здесь вот есть надпись еще а так ребятки пока мы перемещаемся на другую точку я вам расскажу немножко историю которую нам поведали гиды есть такой чувак тик токер французский который полил все входы и выходы катакомбы который снимал много того чего не надо было снимать и ребята его проучили когда он пролезал через узкая узкую щель через которую мы уже с вами пролезали они сказали ему давай мы подержим твой рюкзак пока ты провалившим он им просунул рюкзак и они короче свистнули его рюкзак побежали с рюкзаком оставили ему только на лобный фонарик и он бродил с этим фонариком три часа по катакомбам пока случайно не встретил других людей так что если нарушаешь правила катакомб ты остаешься в катакомбах короче это спуск на нижний уровень там еще где-то должен быть мы на них не пойдем там ничего нет пока как сказали ребята есть еще третий уровень катакомб но он затопленный и 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 по крайней мере и Мы посетили немецкий бенкер в Арии. Там есть французский бенкер, французский бенкер для резистанции. И теперь он закрылся. В инспекции. Он закрыл мою дверь, да? Да. Вы можете идти. Вы говорите мне, что это было. Вы можете уйти и уйти. Нет, я не хочу уйти. Это французский бенкер и там работники метро за дверью. Можно постучать и убежать. Давай стучи, давай. Давай контент. Окей. Я хочу уйти. Не уйти дверью. Ребятки, мы сейчас подходим к кладбище, которое мы ждали. Там сейчас будут гости. Это французский бенкер. Это французский бенкер. Кладбище. Ага. Кладбище. Так, мы дошли до таблички кладбища. Здесь почему-то вот такие вот металлические штуки везде, как здесь. А вот, добрый день, уже кости погнали. Здесь, вон, полностью дорожка из костей под стенкой идет. Ага. Спустя много лет после того, как я видел дырку, вон, 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 вон. Ребята, погнали на кладбище. Погнали в берлогу, блядь. Ага. Ледведь возвращается в берлогу. Ага. Ага. Он говорит о себе, что бирск приезжает. Бирск. 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 Ползает Олег. Очень узкий проход. Я не знаю, когда. Где тут кости валяются. Талян проллезть туда. Держи. Давай. Вот такие кости лежат Офигеть Охренеть Это дорога полностью из костей Жесть Вообще не кто-то еще сидел на костях и рисовал граффити Очень круто Охренеть Просто жесть По клубу Вот такая чаша Я спрошу увидеть, что это за чаша Почему она находится в руку, но факт в том, что Здесь целая куча костей Типа колодец какой-то Да, какой-то колодец Меня поражает Просто очень сильно Первая часть нашего путешествия завершена Сейчас мы отправляемся искать костяной трон Побывали мы уже с вами в галерее на кладбище Только что увидели просто тонны костей Здесь похоронены 6 миллионов человек Часть из них умерла от бубонной чумы И сейчас мы будем выползать обратно И будем искать этот самый костяной трон Мы пришли? Ребята, это знак, потому что мы подходим К месту Офигеть, здесь кости вот так вот поставлены Такая статуетка из костей И это означает, что мы почти дошли Такого я не хочу за него поработать Мы дотрались слушай они изначально говорили да что возможно мы его не найдем не хотели нам его показывать мы все-таки дошли прикинь просто жесть ну видимо они поняли что мы нормальные эллипатные сталкеры да 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 они так и сказали мы хотели вас кинуть посреди короче катакомб но потом поняли что вы нормальные ребята и не они говорили есть трон который разрушен обычно можно сводит у нас привели вот смотрите тут тоже пачка костей итак ребятки мы уже на парковке благополучно были здесь катакомб ребята гиды оказались офигенные классные ребята и они нас там не оставили законы их подземелье мы не нарушили он уже ребята тоже теперь почти переоделись сейчас выдвигаемся в сторону дома я весь потные у меня все штаны просто насквозь мокрые потому что я был в этих штанах и вот в этом костюмчике в котором я ходил и естественно она все резиновое ты преешь потеешь и это просто дичь вот я надеюсь что вам ролик понравился поставьте обязательно лайк подпишитесь на мой канал нажмите не забывайте нажимать на колокольчик потому что когда вы нажимаете на колокольчик вы узнаете о моих видео первее всех остальных спасибо большое будут еще куча замечательных охранительных роликов всем спасибо всем пока